так снега друзья мои по колено местами можно посмотреть как вездеходе проваливается но идет никаких абсолютно проблем смотрите расстояние вот допустим здесь от края бедлока до верха колеса ну сантиметров тридцать пять наверно а если я встану ногой хоп то будет по колено в колено мои и вот снег вот примерно так это все выглядит зимой ну какие елочки сосеночки друзья мои и тишина всем доброго дня у нас уже где-то далеко за обед у нас сейчас в тюмени примерно в 34 часа выключается свет хотя день пошел на прибыль но так или иначе сегодня выходной выбрался в лес сначала покатались немножко с семьей выбрался в лес кое-какие дела на поделать и решил записать видео очень много поступает звонков от клиентов очень много комментариев под видео денис расскажи вообще ну вот чтобы ты выбрал себе все-таки вот ты же вроде на экстриме ездишь друзья мои хотел немножко сегодня буквально потратить несколько минут и своего и вашего времени и я думаю это видео будет полезно и именно тем людям которые все-таки сомневаются что покупать и вообще нафига это нужно все вот один из моих вездеходов я его забрал с проката и увез его в деревню в общем это самаха стандарт полтора литра двигатель toyota 109 лошадиных сил 1 nz fe автомат коробка все тоже четырехступенчатый от этого же двигателя мосты здесь suzuki jimmy колеса 1100 на 500 уралов девыши бескамерные с двухсторонними бодлоками лебедка установлена в стационарном месте подрыв ручек подрыв сидений лобовое стекло передний задний естественно багажник там кофры какие мне нужны были установлены канистра топлива дополнительная бак 48 литров шарифа копа потому что как вы видите я вездеход вожу с прицепом ну и в принципе все то есть размеры вездехода ширина 198 то есть он в два метра укладывается длина 285 высота метр шестьдесят вес около 650-750 килограмм зависит от комплектации два метра друзья мои если рассматривать следующую модель это extreme он уже 220 там уже с другой мосты другие ну все другое в этом видео хотел рассказать почему же все таки в каких-то местах и в каких-то ну не знаю делах маленькие намного лучше вездеходы чем большие и вот хотел сегодня наглядно вам показать ну и как бы поговорить именно об этом сейчас кстати снега у нас если вы видите вот я наступлю вот снега местами выше колена я выбрался в лес еду сейчас вот обратно с одного дела и думаю дай-ка остановлюсь вот выбрал такую картинку интересную перед новогоднюю думаю дай-ка я остановлюсь и запишу все-таки вам видео значит по рассамахе по стандарту я все в принципе рассказал модели кстати ну сразу скажу начинается от миллиона 90 тысяч рублей есть у нас там небольшие скидочки какие-то призы подарочки можем сделать как бы это все оговаривается вообще не проблема речь сейчас не об этом идет речь идет именно о маленькой модели и о мостах suzuki jimmy вездеход плавает то есть если 12 человека на нем передвигается вездеход принципе двухместный и если нужно больше пожалуйста прицеп если нужно что-то перевести пожалуйста прицеп то есть вездеход как сказать вот смотрите я блин сейчас колесо только бедлок видите краешек задевает а у меня здесь ну почти коль по колено снега вот пытаюсь вот так вот пробиться как вы видите вот наступая в колью смотрите вот мое колено вот она вот снег видите да не знаю камера передает нет и вездеход даже маленький кстати он у меня без блокировок и он едет по этому снегу и никаких проблем конечно скорость не как на снегоходе сутку он ехать не будет в априори у них максималка 60 по ровной дороге по пересеченке по асфальту но едет и свои задачи функции он выполняет вот такой прицеп у меня прицеп у нас тоже есть наличие сразу скажу 85 тысяч рублей сейчас он в комплектации сразу с тентами со всеми делами взял и поехал ничего делать не надо пластиковая корыта съемная там и так далее вот прицеп повторяет в принципе маленького то есть по колености по всему гладкие колеса классные он тоже плавает тому видео много есть на канале я сейчас не об этом так вот хотел именно поговорить чем хорош маленький вездеход во первых это транспортировка то есть два метра как вы понимаете этот вездеход можно загрузить на любую газель она этого позволяет то есть он даже местами бывают 195 198 вот так вот до двух метров хранение в гараже то есть многие гаражи бывают там два с копейкой ну там три даже метра то есть у вас всегда будет проход прицеп цена прицепа если у вас вездеход 220 экстрим соответственно вам нужно будет покупать прицеп который 226 вот идет заводской питерский допустим или там саранский цена на вездеходы сразу уже бах и скачок цена вернее на прицепы цена также ну и на вездеход до в том числе цена значит сразу поменяется еще на прицеп выше потому что уже маленький можно в принципе возить на одноосном прицепе есть они такие из допуске и у них по весу тот тонны экстрим и уже не сможете возить есть вот в этом как бы небольшое недоразумение следующий момент который мне нравится именно в маленьком это маневренность и управляемость для езды по лесу лучше ничего не придумать на сегодня то есть экстрим и экстрим плюс ну это прям такие слоники которые как вам сказать но тяжело управляемые в лесу то есть даже вот здесь очень такой не сильно густой лес да но бывают вот такие моменты где нужно допустим вот в эту щелочку залезть или я еду да я понимаю что в эту я не вхожу мне надо вот сюда но я уже близко подъехал и тем более когда ты едешь с прицепом и по глубокому снегу то есть все равно немножко нужен ход определенный потому что по глубокому снегу сейчас я еду он останавливается если если я его останавливаю и потом трогаясь он начинает немножко зарываться происходит вот такая болтанка но он потом определенную скорость набирает и он уже как бы по верху идет это вот болотоходные колеса это делают соответственно ты понимаешь что немножко нужен всегда ход ты идешь немножко ходом это не говорит о том что уже там отсечку куда долбить нет конечно ты идешь немножко ходом и уже высматриваешь себе коридоры так вот на маленьких коридоры эти высматривать намного легче то есть вездеход маневреннее вездеход легкоуправляемый и по эксплуатациями по всем делам есть у всех определенный вопрос что касается там грузоподъемности это как бы ну один из первых таких вопросов которые задают люди я вам скажу что грузоподъемность в принципе у вездехода что у маленького что у большого да она одинаковая но на 50 на 100 килограмм может быть там в чем-то больше опять же багажники одинаковые крепление под багажники одинаковые рама толщина трубы одинаковая то есть грузоподъемность если вам нужна пожалуйста прицеп сразу всем говорю покупайте прицеп не экономьте деньги то 85 тысяч самый дешевый у нас стоит готовый прицеп с корытом стендом со всеми делами на вот таких гладких офигительных колесах очень легкий прицеп детей катайте там не знаю косулю лося вывозите дальше делайте все что хотите поэтому прицеп как бы наше все что касается мостов suzuki jimmy очень главный вопрос который очень много людей задает денис ну вот скажи честно да там ну мосты же джиме они слабые они там это друзья мои на сегодняшний день росомаха уже выпустила больше тысячи вездеходов производства порядка уже пяти лет и я вам скажу если говорить опять же про мосты у вас да они бывают разные но люди сравнивают если у мосты у вас априори они с джиме ковскими они подразумевают тинкины то есть это колхозный мост так называемый разрезной который с половинок состоит мост тимкин в простонародье его называют колхозник вот речь идет о нем то есть тут уже не идет категория спайсера то спайсер это абсолютно отдельная песня так вот я вам скажу что у нас есть несколько экспериментальных моделей которые мы еще в принципе давно уже сделали потому что сейчас многие производители подобные уходят от джимиков и переходят на колхозники друзья честно вам скажу не гонитесь за этим что дают вам колхозники они дают действительно то что вы можете чуть чуть побольше поставить колесо но они тянут за собой такую какашку я думаю сейчас вот кто смотрит это видео это владельцы именно колхозных мостов они понимают о чем я говорю мосты тоже они нифига не дешевые они нифига не дешевые в обслуживании они нифига не надежные и вы будете постоянно ездить у вас этот мост будет где-то ссаться постоянные прокладки постоянные полуоси подшипники и все прочее что из этого вытекает как происходит мост джимми он просто ездит потому что это иномарка в априори изначально на сегодняшний день мост вот этот сборе джимиковский он стоит 40 тысяч рублей это полностью чулок это полностью внутри все потроха это это же редуктор то есть это полностью сборе мост на сегодняшний 40 тысяч это очень хорошие деньги для этого моста они не текут они несутся у них запчасти на сегодняшний день есть разные и китайские и бушная япония и новая япония и тайвань и таиланда все что хотите можно купить на джимми ки поэтому говорить однозначно что мосты джимми как-то ушли куда-то в небытие я не могу так говорить ну как бы я вам скажу на тот случай если бы мосты suzuki джимми были на самом деле такие говняные неужели мы в самахи бы не перешли бы давно на вот эти мосты разрезные уазовские ну давайте вот с этого даже начнем нет конечно то есть у них есть определенный плюс какой-то там не знаю ну может в том что действительно на нем ну как бы колесо чуть больше можно поставить да то есть для джимми ков мостов вот кстати сразу отвечу все на вопросы бывают задают клиенты хочу поставить побольше колеса не друзья мои 1100 1130 это максимальный размер джимми ковского моста для того чтобы он у вас ездил и вы не рвали трансмиссию другого не до нового априори если вы хотите больше колесо соответственно это уже другие мосты абсолютно колхозники они подходят под это у нас кстати ребята есть екатеринбурга артему привет я знаю он смотрит это видео у них прокаты в екатеринбурге квадродрайв называется кстати вот рекламку им сделаю кто хочет пожалуйста приезжайте у них изначально были куплены четыре техники на мостах сузуки джимми ребята на сегодняшний день поменяли поставили колхозники буквально недавно разговаривали на эту тему обслуживание дикое просто он говорит я в каждый квадрик раз ну во сколько-то там месяцев вкладываю колоссальные деньги 30 50 тысяч чтобы сделать определенное того чтобы поменять то обойма там у него отскочит то там подшипники надо поменять то сальники мосты постоянно требуют внимания на джиммиках все равно такого нету джиммик изначально идет японский офигенный мост вопросов нет бывают моменты когда рвутся редуктора бывают такие моменты но это все зависит от дурости водителя и вот я на всех своих вездеходах рвал редуктор может раза два-три на джимми ков именно мы говорим о мостах джимми не тойоте вопрос почему я их порвал потому что неправильная была эксплуатация и это точно так же многие клиенты которые у нас ездят сейчас на джиммиках и многие уже понимают это и понимают как надо ездить и проблем с вездеходами абсолютно ни у кого нет вот так давайте включим кстати где у нас здесь где то есть габариты даже так вот а у нас тут фары здесь у нас ближний свет я так понимаю вот и что получается уже темнеет как вы видите мне до дома ехать но я здесь принципе недалеко значит что касается мостов джимми мосты джимми есть были и будут их еще очень много были конечно определенные моменты слухи что там этого не достать того не достать на самом деле это все есть был какой-то определенный там косяк это когда был коронавирус когда с владивостока с японии не ходили ну помните да затык этот коронавирусный не ходили поставки запчастей конечно всеми нами любимые люди которые занимаются спекуляции подняли конкретно ценники ну естественно даже цена на этот редуктор она очень сильно выросла на сегодняшний день все равно с этим проблем нету у меня сейчас в прокате 6 вот таких вот маленьких вездеходов а да они все без блокировок они ездят уже с сейчас вам скажу с какого с 21 года с августа месяца я ни одного редуктора не поменял у нас есть ребята которые видели купили 10 вездеходов росомаха красного цвета таскают экспедиции на перевал дятлова да у них или иногда бывают проскоки потому что вы сами понимаете человек видит технику первый раз он заплатил там 100 там 120 тысяч за тур он как бы ну думает что он уволен делать все поэтому где-то галька где-то камень где-то там на горной реке он буксует он ему коксу дал а там допустим камень колесо естественно большое редуктор нафиг вышел из чата такое бывает но это бывает я еще раз повторяюсь это бывает когда люди неправильно эксплуатируют технику отвечу на вопросы будет ли росомаха на колхозниках многие тоже задают да возможно будет какая-то модель она у нас есть у нас уже даже продано несколько единиц но честно вам сказать нет абсолютно никакого желания эти вездеходы делать и продавать потому что ну есть определенные моменты когда за них становится стыдно поэтому выбор конечно делать вам я рассказываю все как есть и всегда мы зрители моего канала знают что я в принципе абсолютно честно делюсь какой-то определенной информации так друзья мои ну что видео подходит концу всех наступающим новым годом я буду добираться до дома пишите свои комментарии подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на запрещенную в россии соц сеть вы знаете какую всех с наступающим всем пока пока а и Субтитры делал DimaTorzok Для самой лучшей и единственной на свете красоты А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы Для уходящей, но не краснущей мечты Будет блеск по дороге ветер Гонит листу где-то за спиной Кто-то спешит к единственной на свете Только лишь я за своей мечтой А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы Для самой лучшей и единственной на свете красоты А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы Для уходящей, но не краснущей мечты А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы Субтитры делал DimaTorzok